Слава Богу! Наконец-то закрывается Макдональдс! Наконец будет нормальная еда! Дорогой народ, кушайте чебуреки, шаурму, будете здоровее! С вами Траз Березовец. Сегодня у нас 16 мая 2022 года и я думаю, что вы все задавали вопрос, почему я так долго отсутствовал и не появлялся с записями свежих блогов. И сейчас вы видите ответы на все свои вопросы. Я являюсь мобилизированным офицером вооруженных сил Украины и теперь я служу в первой бригаде специального назначения имени Ивана Багуна. Таким образом, как офицер ВСУ, я буду несколько ограничен в возможности записывания видео, тем более то, что касается стримов, но тем не менее попытаюсь, по крайней мере попытаюсь, сохранить периодичность выхода моих видео. Но вопрос очевидный, почему я нахожусь в вооруженных силах Украины, потому что моя воинская специальность, то, по которой специальности я учился на военной кафедре и по которой я получил офицерское звание, в свое время она позволяет мне исполнять свои обязанности там, где я буду максимально эффективен. Тем не менее, как аналитик, как блогер, я считаю, свою задачу тоже достаточно амбициозной и надеюсь, что мы сможем общаться с вами и в дальнейшем, и вы продолжите смотреть мои блоги на тот период, пока я буду находиться в вооруженных силах Украины. Итак, давайте перейдем к основным событиям сегодняшнего дня, безусловно, ключевая новость минувших суток, то, как в Кремле отреагировали на намерение Финляндии и Швеции вступить в североатлантический блок НАТО. Как известно, правительство этих стран пересмотрели свою оборонную стратегию, до этого она предусматривала неприсоединение ни к одному из существующих военных блоков. Но после военной агрессии, которую Российская Федерация развязала против Украины правительство этих двух скандинавских стран, пересмотрели свою позицию относительно вступления в НАТО. И соответствующее решение было принято правящими партиями. В Кремле тут же принялись предупреждать Швецию и Финляндию о грядущих неминуемых последствиях. Пока эти последствия скорее позитивны для Швеции и Финляндии, поскольку Российская Федерация была вынуждена, наоборот, снять часть войск, размещенных на границе с Финляндией. В первую очередь, из-за того, что они были переброшены в Украину для ведения военных действий на территории нашей страны. Таким образом, Финляндия и Швеция смогут присоединиться к блоку НАТО по ускоренной процедуре. И, как я в свое время предупреждал, Кремль попытается воспользоваться возможной этой ситуацией для нанесения удара по территории из этих стран. В первую очередь, я говорил о возможности нанесения по Швеции, как бы это ни звучало, скажем так, парадоксально. Так вот, НАТО предоставило этим двум странам промежуточные гарантии безопасности. Беспрецедентный шаг. Это означает, что НАТО всерьез рассматривали опасность нанесения удара по территории этих стран со стороны России. И, таким образом, сыграли просто на опережение, передав этим странам гарантии безопасности. Таким образом, в случае нападения Российской Федерации, либо на Финляндию, либо на Швецию, НАТО будет вынуждена, таким образом, вступить в военный конфликт. Нет, скажем, однозначный сигнал в сторону Кремля и очень четкое, очень жесткое предупреждение. Ну и как же, наконец, на него отреагировали в самом Кремле? Это мы узнали от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который заявил весьма неожиданно, что членство Украины в НАТО отличается, оказывается, от членства Финляндии и Швеции, потому что у Киева с Москвой есть территориальный спор. Правда, какой территориальный спор, спикер российского президента так и не уточнил. Прямая речь. У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время, как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с руководством, с государственным альянсом, что несет огромные риски для всего континента. Это вопрос серьезный, который вызывает нашу обеспокоенность. Мы будем внимательно следить, какие будут последствия вступления в Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена абсолютно в безусловном порядке. Но, как мы видим, из Кремля звучат совершенно уже сейчас другие предупреждения. То есть, если ранее оттуда звучали угрозы нанесения ракетного удара, о том, что, дескать, можем повторить, намекая на трагическую советско-финскую войну, разыгравшуюся накануне Второй мировой войны. А, кстати, некоторые историки относят эту советско-финскую войну и считают как раз таки составной частью Второй мировой, в которой полегли тогда, ну просто гигантское количество, около 200 тысяч, подумайтесь, военнослужащих Красной армии и полеглений в значительной мере, потому что Финляндия готовилась к этой войне и маленькая и гордая скандинавская страна показала, на самом деле, место советской армии, что в значительной мере потом предопределило намерение и желание Гитлера таки напасть на Советский Союз. Именно после того, когда он увидел плачевное, жалкое состояние Красной армии, а самое главное, некомпетентность советского военного руководства, вермахт и ООКВ, то есть генштаб вооруженных сил нацистской Германии, посчитал, что Советский Союз представляет из себя легкую мишень. И тогда, собственно говоря, в СССР они попытались реализовать доктрину Блицкрига, которая до этого была успешно реализована при завоевании Бельгии, Голландии, Люксембурга, Польши и Франции. Вот такие интересные у нас на сегодняшний день параллели. Ну а Путин продолжает анонсировать, рассказывать о новых военных учениях, которые должны пройти. Интересно, правда, с участием каких войск, если все боеспособные российские военные подразделения находятся сейчас на территории Украины. Тем не менее, это очень интересный, это тревожный сигнал для государств Средней Азии. Он уже заявил о том, что будут проводиться военные учения и пройдут они не просто где, а в Кыргызстане, Таджикистане и в Казахстане. Осенью заявил российский президент. Тут, знаете, самое время поднапрячься, я бы сказал, руководству Казахстана и Кыргызстана и Таджикистана. Поскольку все они входят не просто в ВДКБ, там размещен российский военный контингент, друзья, и хотя он минимален, минимизирован из-за участия России в войне против Украины, но тем не менее, это очень серьезный тревожный сигнал в отношении того, что этим государством сейчас может грозить реальная опасность. Эти совместные учения, как мы понимаем, в случае с Беларусью, могут и обязательно заканчиваются потерей, как минимум, части национального суверенитета, если не всего. Остается только надеяться этим странам, что вооруженные силы Украины к тому времени достаточно обескровят российскую армию, чтобы она даже не могла помышлять ни о каких экспансионистских планах. Но, в любом случае, вооруженные силы Украины готовы выполнить свою задачу. Можете в этом не сомневаться. Ну и, наконец, еще одна приятная новость. О ней заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. В районе населенного пункта Белогоровка Луганской области российские оккупанты потеряли более ста единиц военной техники и свыше тысячу солдат убитыми. Белогоровка точно войдет в историю этой войны. Это, наверное, место, где российского удобрения для нашей земли мы получили более всего. Более ста единиц техники и более тысячи россиян, описал Сергей Гайдай в своем телеграм-канале. Напомню, ранее российские вооруженные силы были разгромлены при попытке пересечения Северского Донца. В этом написали все ключи, все ведущие мировые СМИ. Это поражение, от которого им будет сложно оправиться. Самое главное, оно войдет, безусловно, во все военные учебники. Очередная громкая победа вооруженных сил Украины. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ